Это типичный новичок, он скачал Warface и его тут же нагнуло. А это Яша, он воспользовался ссылкой в описании, покрутил бесплатную рулетку, получил отличную броню и могучие пушки. Кроме этого, при первом пополнении счета Яше плюс 100% кредитов придет. Врывайся и ты, Warface тебя ждет. Мне кажется, в Warface такому клыкодайверу, как ты, ни одна новинка не поможет. Поверь мне, если ты будешь продолжать в таком же духе, на свете вообще не будет ничего, что было бы способно тебе помочь. Приветствую вас, леди джентльмены и другие подруги. С вами Рокутагин, капитан очевидности, новый пистолет-пулемет CSV-9. Новиночка для класса инженер. Кто-то считает данный девайс меганагибом, кто-то отличной с заменой парной берете, а кто-то просто проходничком. Ваш покорный слуга выбил данный девайс, проверил разные варианты, заимел, так сказать, уже на паблике, на основе некоторый опыт, и поверьте, мне есть что вам сказать. И что же, учитывая твой аналитический опыт, ты скажешь по поводу противостояния с МакПулом и Кедром? Тут ситуация, капитан очевидность, вполне ясная и понятная, дорогие друзья. Если сравнивать с Кедром, то CSV, одиночный, будет всё-таки получше. Получше, это правда, он более нагибной. Да, не смотрите на его внешний вид. Это пушка как будто из кроссфайера или поинт-бланка. Да, всрата, welcome to Alodus Team. Всё нормально, всё хорошо, заготовки штампуют одну за другой. Но за пределами внешнего вида пушка отличается хорошими по сравнению с Кедром ТТХ. Да, схоже, да, не какой-то другой уровень, но всё-таки понагибнее будет. Пожалуй, главное, что отличает CSV от Кедра, это то, что одиночный CSV по телу плюс-минус пилит, а Кедр уже в сегодняшних реалиях, ну, по телу, прямо скажем, слаб. Поэтому CSV я бы рассмотрел как усиленную версию Кедра, которая хороша и по головам, и, в общем-то, вполне годно может пилить в тело. Если сравнивать с МакПулом, то CSV тут однозначно будет фаворитом, потому что Headshot присутствует, как у того же Кедра, потому что дистанции более серьёзные, в том числе по телу, где CSV будет эффективен. И, кроме того, если сравнивать МакПул с Кедром, то ситуация была неоднозначной, и Кедр явно более универсален, но МакПул на ближних гораздо сильнее. А вот с CSV такого не происходит, потому что новиночка, имея высокий урон, высокий темп, вблизи может, что называется, дать просраться. Да, конечно, не МакПул, потому что МакПул это вообще единственное оружие, которое может в упоре перепиливать СТК. Но, CSV всё равно хорош, всё равно может, как говорится, пободаться, и, конечно же, по универсальности МакПул он просто переплёвывает. Поэтому данная пушка из этих трёх, Кедр, МакПул и CSV, самая, самая нагибная, самая универсальная, самая, я бы даже сказал, в конечном итоге эффективная. Ну тогда давай о твоём любимом сравнении. CSV против СТК. Ну вот тут, капитан, очевидно, всё грустно. Да, друзья, если сравнивать с СТК, любители сравнивать оружие инженера только с оружием инженера, идите лесом, вот пойдёте на РМ, посмотрим, как на вас будут выходить одни только инженеры. Хрен лысого, вы всегда будете просто, сука, с СТК соревноваться. Нравится вам, не нравится, это вообще до лампочки. Инженеры-штурмовик это практически один и тот же класс. Они воюют чаще всего на одной и той же дистанции, нагибают друг друга на одних и тех же дистанциях, в одних и тех же ситуациях, часто с одних и тех же позиций. Всё. Любое оружие, и штурмовика, и инженера, любую новинку всегда надо сравнивать с СТК. Пока СТК, как бы, топ-1 и гнёт. И в данной ситуации, да, СТК опять гнёт. А CSV, в основном, ну будем честны, скажем как есть, делает СОСО Павлеашвили. И, к сожалению, друзья, от этого, ну просто никуда не уйти. Это факт. Понятно. Сойсём дальше. Ну и что ты тогда расскажешь нам про сборочки? Во. Переходим к самой-самой сути, друзья. Итак, про пушку мы поговорили. В целом я её уже хорошо так протестировал, более качественно, чем на ПТСе. В общем-то, как и раньше, моё мнение сильно не изменилось. Лучшее оружие инженера против СТК СОСО. Но, какие сборочки у нас есть интересные на неё? Первая сборка это одиночная. Она такая, чтоб и в тело пилила, и хэдшоты ставила. Да всё было гадно тело. Ну здесь всё очевидно. Конечно же, множитель в тушку. Конечно же, дальность, которая у штурмовика-инженера порой очень сильно решает. И уникальный мод на одиночную версию. Сборка показывает себя великолепно, прекрасно. Тело пилит, бошки сносит. Каких-то особых жалоб я не имею. Действительно, годно, хорошо, эффективно, приятно. Единственный минус, если бы уникальный мод не резал темп стрельбы, то вот тогда бы, сука, эта пушка была бы более живой. Вот тогда бы, может быть, как-то с СТК больше шансов было потягаться. А так, блин, не знаю, зачем это разработчики сделали. Я бы не делал никакого штрафа. Наоборот, я бы скорее, вместо того, чтобы срезать темп стрельбы, и срезал отдачу, то есть она слабее, чтобы была еще. Ну, сделали так, значит так. В любом случае, одиночная версия хороша вот в такой сборке. Прекрасно рекомендую, если хотите пилить и в голову, и в тушку. Вам по-любому понравится. Ну и, конечно же, многие рассматривают этот ствол, как прежде всего, оружие парное. И для парной версии, самой, прямо скажем, разумной, очевидной сборкой является вот такая. Здесь у нас все, что нужно. Максимально выжимаем дальность, максимально выжимаем кучность. Точность от бедра. Сочность, сука, по губам всем навсегда. Да, я знаю, не смешно. Но, тем не менее, реально гнет. Парная версия, многие говорят, что если выбивать ССВ, то только ради парной версии. Ну, спорно. Спорно, не знаю, мне одиночная версия больше нравится. Я как-то с ней себя намного увереннее чувствовал. Однако, помимо этих двух сборок, есть еще один варик. Как иметь и ту, и другую сборку, и при этом не потратить много деталей? Это просто взять сборку на парный ССВ, и кроме нее прокачать, естественно, уникальный мод на одиночное оружие. И менять его, ставить вместо точности от бедра. И все. То есть, получится так и так классно. Какой-то кардинальной разницы, я думаю, не будет. В любом случае, и одиночная версия, и парная версия хороши. ССВ вообще хорош. Это очень удобный, универсальный и приятный ствол. Однако, друзья, как мы понимаем, вопрос остается открытым. И главный вопрос, который у нас имеется, когда же, наконец, СТК уйдет на пенсию. И между классами инженер и штурмовик установится хоть какой-то относительный, но баланс.